здорово всем дорогие друзья это очень важное видео очень важно ведет видите сейчас я очень быстро на убежал то есть у меня не хватает воздуха потому что очень сильно убежал очень сильно бежал и и не просто так то как вы понимаете ну потому что случилось но просто выполнишь ну пиздец и мне угрожает очень большая опасность очень большая опасность я даже не знаю с чего начать дорогие друзья к такому я абсолютно не был готов в общем-то дорогие друзья но как вы понимаете но блогерская но деятельность обязан к тому что но рано или поздно у любого человека у любого но блогера но который там независимо от на количество его подписчиков находятся хейтеры ну то есть находится явно там не один человек там вообще ну в зависимости от популярности но даже вот таких ну как я ну то есть у блогеров нижнего ютуба находится хейтер то есть хейтеры но делятся на несколько видов то есть на безобидных там которые чисто хуйцосят в комментариях но таких у меня очень много я на на них не обращаю внимание ну точнее я обращаю внимание и и меня они мотивируют то есть меня не мотивирует то есть но когда я вижу но какое-то там оскорбление значит я понимаю что я все делала но правильно но я был готов к таким хейтером но я не был готов к совершенно но другим и очень опасным хейтером с которым я уже встретился сегодня то есть я сейчас фактически в таком шоке нового привая но он просто пиздец то есть за три года моей но но блогерская на деятельности я с таким вообще не ни разу не сталкивался в общем-то это наполнительный пиздец то есть сегодня но как ни в чем ни балла в общем вышел на улицу то есть я выхожу на улицу очень редко но так я хигант социофоб соответственно это моя реальная жизнь но то есть они не вхожу из дома я предпочитаю домашнюю атмосферу то есть я ни с кем не не общаюсь то есть я не хочу ни с кем общаться то есть я уже много раз говорил не пишите мне не в инстаграм не куда-либо еще в особенности если вы мужского но полного потому что я не ищу но друзей но потом если вы женского но пола и хотите чисто напобедить но тоже не пишите мне но потому что я ищу исключительно ноутян то есть для отношений чисто на попиздеть мне это нахуй не нужно я накидаю сразу всех в чес но не в этом суд дорогие друзья в общем сегодня я вышел на улицу вот ну то есть за очередным но так сказать бля ну как-то но продуктом для съема мог банга то есть да там многие напишите вам упал видео вообще нихуя не интересно находят это снимаешь у меня абсолютно но похуй на мнение ну то есть если я но принял на решение снять мог банк значит ну так и должно быть то есть моё решение и имеет на первостепенную важность то есть соответственно если я снял банк значит это охуительное видео то есть самое охуенное видео в мире то есть несмотря на мнение людей то есть мнение людей мне абсолютно не интересно потому что они вообще нихуя не понимают ничего не разбирается но не несут а в этом дорогие друзья в общем бля вышла я в магазин вот ну я хожу магазин сейчас очень часто есть один раз в день стабильно хожу чтобы посмотреть там что там завезли новое и вот сегодня еду магазин а для тех кто не знает то есть я живу в украине я живу в украине соответственно у нас вот для выключать свет очень часто ну то есть не так что там на час в день а выключает то есть может быть ну очень часто но бывает ну так что например там на 8 часов выключили там на пару часов выключили ну то есть соотношение может быть ну просто огромное то есть например на 90 процентов времени света не будет а но есть процентов включатом это это чисто может быть в ночное время то есть но когда то есть люди спят соответственно у меня очень часто так бывает что я ночью не сплю чисто из-за того что вот например я лег спать там но я сейчас ложусь спать очень рано то есть часов 6 вечера и вот ну бывает я так слышу что например ночью включили свет и я но просыпаюсь там то есть забиваю хуй на сон там блин отдых и но просыпаешь чтобы там он посидеть в интернете но то есть но когда нету света нету интернета соответственно бля нету абсолютно нихуя ну то есть не мобильного там не новопроводного никакого но они все-то в этом дорогие друзья в общем даже даже нет света соответственно вот сейчас я иду в магазин у нас есть но разные магазины то есть есть те кто но работают даже без света то есть вот эти магазины но делятся на два вида то есть в них может быть работать от оплата но карты может не работать ну то есть там в зависимости от но того но подключили они там какой-то специальный интернет то есть на которую на работы даже без свет там вот это бля оптоволокно или как-то хуйня назвать но но не что-то важно дорогие друзья в общем сегодня я случайно зашел в тот магазин в который я никогда до этого не ходил то есть во время когда нету света и вот захожу и вот этот магазин то есть света нету абсолютно то есть вы чисто вы заходите пензак там подвал вот нахуй и там вы сарай например там естественно я ахуеваю то есть бля света нету вообще то есть обычно вот во всех магазинах свет там но есть но он не особо там яркий но есть а вот этот я захожу то есть но дверь была открыта то есть можете себя только представить но дверь в магазин был открытым в итоге я захожу на и опнул блять тут же вообще ну а кемнул на пиздец то есть я не вижу там вообще нихуя то есть бля и и ну есть на ахова а нахуй открыта в общем захожу в этот магазин дорогие друзья и я с первого шага вот захода магазин я чувствую сзади чё-то но дыхание ну то есть чё-то дыхание что кто-то дышит мне в спину естественная ахуеван потому что ну ну когда я заходил то есть она посмотрела вправо влево никого не было вообще там от слова совсем там и тут я но делаю шаг и со мной буквально гони сон но делает шаг там бля естественно я но боюсь но повернуться бля то есть всяко может быть то есть насмотревшись вот этих но фильмов там знаете но и фильмов ужасов и но боевику там но бывает самые страшные вещи случаются естественно я так я хотел бы повернуться посмотреть на типа что за хуйня то есть кто за мной следит бля ну ну было страшно то есть потому что есть пьяного повернулся то там мне могло рождать вообще абсолютно все что угодно нахуй вообще наполнишь пиздец ну я нудно бля ну может какая-то ошибка знаете там когда есть там на ю тубе видео вот эти бля как вот этот ну дима масленников снимает как бы обзор на на различные заброшенные места есть если там вот но часто можно услышать в его видео там и вот эти какой ну ну короче очень страшные звуки есть естественно я то есть она боялась услышать то есть я захожу магазин никого абсолютно нет я захожу на нахуй и слышу шаги ну я думал для но он может показалось там хуй знает в итоге я иду дальше вот но делал шаги я слышу шаги за мной но потом я вижу так свет фонарика бля а то есть что вы но понимали у меня вот в магазинах очень часто такое бывает что за мной ходит охранник то есть моё ебало мягко скажем не вызывает но доверия соответственно когда захожу там в абсолютно любой магазин там неважно в какой там какой-то магазин ну техники там магазин там золото в магазин бля на туалетной бумаги за мной всегда следом идет охранник потому что он думает что я хочу что-то спиздить то есть я естественно не когда вы таким не занимался то есть я законопослушный человек бля и вот дорогие друзья я смотрю а мне на ебало кто-то сзади фонариком светит то есть смотрите я ну похожу к прилавку я абсолютно нихуя не вижу и вот вот этот фонарик смотрит на вот этот новый прилавок но точнее светит на вот этот новый прилавок естественно я охуеваю то есть но как бля я я уже подумал что возможно это у меня аура нотка знаете вот вокруг меня что типа освещает все но но нет к сожалению в итоге пара час смотрю а там ну какая-то женщина бля с фонариком то есть она подхожу к прилавку я думал бля ну можно там выбирать что-то я ну бля я еду ну короче вообще в другую сторону смотрю она идет за мной естественно я охуеваю то есть что за хуйня ну подумал я то есть я иду я ну я уже напомню бля дашь можно там следить за мной я пора чуть иду к другому на одну прилавку в итоге она идет за мной и она вот ну куда я смотрю она ну то смотрит бля светит фонариком естественно я охуеваю и вот наполнишь на пиздец ну то есть я так но походил везде по мазину а она чисто за мной ходит то есть можете себе это представить то есть ну дышит мне в спину я уже ну блядь ну да то есть в магазине но темно сейчас там на каждого человека вообще наверно ну по сто пятьсот охранников но потому что ну некоторые люди могут вот этим воспользоваться чтобы там пиздить что-то но я абсолютно не такой соответственно дорогие друзья вот я уже на подхожу ну то есть она мне еще говорит но может вам что-то подсказать но я там да но подскажите мне то есть где тут ваш там шоколадки бля но она мне ведет вот туда и в итоге вот но куда я смотрю когда мой взор направлен она светит ну-то фонариком то есть чтобы я мог но выбрать ей естественно я охуел и как оказалось вот это там не хейтеры не какие-то там бля не знаю бля возможно мировые спецслужбы хотят убить величайшего блогера современности оказывать как окану то есть мысли у меня уже закрадывались вообще там самые страшные вплоть да не знаю там бля сейчас выйду с магазина меня там ну киллер ну ёбнет бля да но то есть но 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 такое вполне может быть то есть в мире очень много больных на голову людей то есть но кому-то от него не понравилось но твой ебало там он увидел его там например мое видео там в ю-тубе ему там мою ебало не понравилось и вот в итоге он может обозлиться соответственно и вообще решит сделать какие-то вообще очень страшные вещи вплоть до физического устранения как оказалось то есть вот это магазине нету света соответственно вот но когда кто-то заходит и снова покупателей ему предоставляет такого личного человека ну который светит вот ходит за ним то есть и бля и фактически а она со мной чуть ли нет за руку отходил то есть светит бля чтобы это человек там у покупателя мог она выбрать что-то но то что ему надо потому что ты я лично магазин хожу но без нихуя но без нового телефона без фонарика мне к сожалению вообще нету вот то есть вот такой дорогие друзья то есть дай и такое бывает то есть но когда то ты ну когда ты думаешь что сейчас случится там самое плохое а оказывается ну это лишь но ты себе там что-то нового придумал там бля а у меня еще вот такая хуйня то есть у меня но проблемы с психикой я вы всегда готовились к самому на плохому то есть меня но паранойя бля соответственно все я уже в тот момент попрощался на хуй с жизнью бля вот такая хуйня дорогие друзья в общем было такое видео если вам понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео до встречи в новых видео